Всем привет! Пришла весна поры и также салатиков. Сегодня я буду делать диетический салатик, диетический на мой взгляд, и он будет состоять из капусточки, морковки, вареной красной фасоли, листьев шпината и листьев щавеля, а также мы приправим его немножечко лимонным соком и каким-нибудь растительным маслом. Для начала я почистила морковку и сейчас ее натру на крупную терку. Морковка уже готова. Сейчас я выберу где-то 10 листиков шпината и 10 листиков щавеля, хорошенько их промою и нарежу соломкой. Вот я нарезала уже щавель и шпинат. Не забудьте, что щавель более такой кисленький, чем шпинат, поэтому вы добавляете по вкусу. Я сделала где-то 14 листиков шпината и 10 листиков щавеля. Ну и переходим к капусте. Капусту вы уже смотрите на глаз, как вы любите, чтобы было больше капусты или более не менее один к одному с морковкой. Я люблю чуть больше капусты. Вот наша капусточка. Смотрите, можно даже ее нашинковать на мандолине или мелко ножом или на шангуте на ту толщину, которая вам нравится. Я не люблю, чтобы было очень мелко, но не люблю, чтобы крупная. Думаю, средняя такая, чтобы было, как говорится, кушаешь и понимаешь, что ты ешь. И теперь мы добавляем нашу фасоль, специи по вкусу. Перед тем, как заправлять лимоном, попробуйте вначале. Может быть вам достаточно, как говорится, кислоты из-за щавеля. Поэтому вот тут уже надо будет пробовать на вкус. Вот полкилограмма фасоли моей, которую я добавила. Фасоль можно купить или уже готовую в баночках, или варить самим. Как варится фасоль за 12 часов до варки ее нужно замочить. То есть можно ее замочить с вечера и готовить утром. И потом варится где-то в течение двух часов. Попробуйте на вкус. Все зависит от того, какая у вас фасоль. И вот такой вот салатик получился. Я боялась, что полкилограмма фасоли будет много. Но, как вы видите, все выглядит в принципе равномерно. Специи добавляете на свое усмотрение. Лимонный сок очень даже не помешал в этой ситуации, несмотря на щавель. И растительное масло также добавляете на свое усмотрение в зависимости от того, кто на какой диете сидит. Кто очень строгий, тот кушает чисто вот так вот овощи. Я хочу сказать, что даже неприправленный салат вкусен. На этом все. Всем до новых встреч. Пока! Вот так вот выглядит наш салатик в готовом виде. Всем приятного аппетита! И расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, или вы любите фасоль и делаете ли вы с нее салаты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!